Музыка Отношения между пешеходами и автомобилистами были и остаются накаленными. В больших городах взаимопониманием найти все сложнее. И водители редко пропускают пешеходов даже на пешеходном переходе. Единственное решение этих накопившихся проблем – создать как можно более комфортные условия для пешеходов. В том, что пешеходы переходят дорогу в неположенном месте, нет ничего необычного. Они мотивируют это тем, что на переходах их все равно никто не пропускает. В больших городах водители закрепили за собой славу некультурных людей, которые вечно куда-то торопятся, и им не до того, чтобы уделять внимание окружающим. Иногда зебры, которые долгое время были на одном и том же месте, исчезают, а новую разметку наносят без учета интересов коренных жителей. Которые ходят по одним и тем же маршрутам. Логику, по которой создают пешеходные переходы, понять сложно. По идее, зебры должны появляться там, где люди в них нуждаются. Но вот здесь, эту оживленную дорогу, люди переходят практически ежеминуты, а перехода на ней нет. Правила предписывают, как можно меньше времени находиться на проезжей части, при переходе улицы. Однако там, где нет перехода, люди добегают до середины дороги и ждут, пока их пропустит встречный поток. Тем самым создают аварийные ситуации. 40 лет, я вот в этом доме живу, а вот сюда надо. Я должна это туда идти или туда идти? Я сама иду, боюсь, страшно. Если надо вот так все обходить, то есть тратишь не меньше 5-7 минут, если какой-то 5-7 минут, гораздо больше, около 20-30 минут. Или тогда какую-то подземную сделали, надземную. По большому счету, пешеходы правы. Переходы у нас создают кое-как. Чтобы на улице появилась новая зебра, жителям нужно обойти несколько инстанций. При удачном исходе местные власти начинают искать возможности финансирования. В общем и целом, процесс этот занимает не один месяц. Значит, нужно обращаться в департамент транспорта Москвы, если это речь идет о москвичах, и, значит, там излагать суть проблемы. И там уже целая комиссия есть, которая рассматривает, в том числе, обращение граждан. В этой комиссии принимают участие сотрудники ГИБДД, Мосгортранса, проектных организаций. И там уже может принято быть решение о том, что необходимо введение или не нужно, или нужно введение вот этого пешеходного перехода. После согласования всех формальностей и обработки документов начинают делать сам переход. По идее, в городе они должны быть через каждые 300 метров. Но как расположить переход в конкретном районе на конкретной улице, и нужен ли он вообще, везде решается по-разному. Дорожная разметка в городе рождается по ночам. Чтобы создать такой пешеходный переход, требуется всего полчаса. После этого пластик высыхает, и по нему могут ездить автомобили и даже ходить женщины на каблуках. Работа начинается с разбивки. Согласно проекту, рабочие делают метки на асфальте. Затем наносят разметку. Материал этих полос — термопластик. На асфальте он держится больше года. Впрочем, все зависит от интенсивности движения по различному участку. Площина нанесения термопластика порядка 3-5 мм. Не больше. Чтобы не задавать угрозы транспорту и людям, которые переходят пешеходный переход. В нем используются специальные стеклошарики, которые при попадании света фар отражают этот свет. Одну полосу можно нанести за 5-7 минут. Если всю смену дорожники будут работать только над этим типом разметки, то бригада сможет сделать 20-30 переходов. Одной заправки материалами этой машине хватает на 100-120 квадратных метров площади. Работает она только при положительных температурах — от 10 до 40 градусов. Поэтому дорожные работы проводятся только летом. Если в этой конструкции что-то сломается, ремонт сложной техники будет стоить немалых усилий. При использовании термомасла разогревается сам термопластик. Для температуры порядка 180-200 градусов по Цельсию. Специально заложена программа компьютер, которая выдает нужную нам, скажем так, длину штриха, пробела. Эти рабочие отвечают только за то, чтобы переход появился в указанном месте. К сожалению, те, кто дает указания начертить зебру, бывают далеко не на всех объектах. Поэтому результат подчас получается комическим. Часто идея создать пешеходный переход при воплощении ее в жизнь доходит до абсурда. Вот эта зебра упирается в отбойник. Видимо, проектировщики ориентировались на мост через реку, но не учли, что лестница на горку метров на 10 правее. Многие переходы расположены после закрытых поворотов. И водителям, и пешеходам сложно увидеть друг друга. Чаще всего, когда человек появляется у зебры, он терпеливо ждет, пока поток прекратится. Потому как тормозить перед ним считается опасным маневром. После этого пешеход перебегает на свой страх и риск. На переходе без светофора автомобилисты должны пропускать пешеходов. Но начинать переход люди могут только убедившись, что им уступили дорогу. Такая двоякая трактовка не делает жизнь пешехода проще. А новые поправки к ПДД вовсе ограничивают права пешеходов. Пункт 4.7. Поправка, которая говорит, что пешеходы, которые находятся на пешеходном переходе, в случае приближения транспортных средств с включенными сигналами, должны незамедлительно освободить проезжую часть. Вот представляете, инвалид, пожилой человек, как это можно незамедлительно? Это вот как будто дается карт-бланш для в случае наезда спецавтомобиля на несчастного пешехода. А штрафовать пешехода сложно. Не у всех при себе есть документы. Большинство просто пытается убежать от сотрудника ГАИ или заявляют, что правила дорожного движения они знать не обязаны. Вы почему нарушаете правила дорожного движения? Каким образом? А вы мне покажите, где здесь у нас пешеходный переход. Он всю жизнь здесь был, и я к нему так привыкла. Ответственность за данное административное право нарушения знаете какая? Нет. Предупреждение или штраф? 200 рублей. Ну и что, с пенсионерки штраф будете брать? Значит, с начала года у нас выявлено более 18 тысяч нарушителей пешеходов. Только пешеходов. Ну, в основном это, естественно, за переход дороги в неустановленном месте. Ну, а также выявлено и составлено протоколов около полутора тысяч на водителей. Обычные инспекторы ГАИ выписывают денежные штрафы только водителям, так как у них всегда с собой есть документы. Как следствие, у пешеходов создается иллюзия, что всегда виноват водитель. Штрафы за то, что их не пропускают, сейчас от 800 до 1000 рублей. ГАИ проводят специальные рейды, чтобы напоминать водителям об их обязанностях. Штрафы на пешеходных переходах, как правило, выписывают во время школьных каникул. Спокойно перейти улицу у нас под час получается только когда в городе проводятся специальные операции госавтоинспекции. Или водители просто видят неподалеку от перехода машину ГАИ. В остальных случаях даже на переходе перейти дорогу бывает проблематично. Пешеходов почему не пропускаете? А там с зимой сутки. Чего? А, здесь. Конечно. Я вот уже только купил машину, башка, вот такая доработка себе поставит. Но если вы только купили машину, это не значит, что вам разрешено нарушать правила дорожного движения? Как вы считаете? Нет. Не увидели пешеходов? Они выскакивают за машиной. Выскакивают за машиной? Ну вы же знаки видите? Пешеходный переход, разметка. Знаю. Это значит, что вы должны быть еще наиболее бдительны. Что же нарушаете-то? Да спешу на работу, тороплюсь очень. Поэтому. Так вы спешите, надо как-то повнимательнее ездить. А если, не дай бог, дороже транспортное происшествие? Мало того, что на работу опоздаете, но и проблем приобрететесь очень много. Справимся. И справитесь? Сейчас административную материальку составим и пожелаем вам счастливого пути. У нас в стране около 40% погибших – это пешеходы. Такое большое количество погибших пешеходов говорит о том, что есть системные причины большого количества ДТП с пешеходами. И вот одной из таких системных причин, нам кажется, является то, что местные власти практически не занимаются вопросами организации безопасности дорожного движения. Вот нам казалось, что с приходом новых властей в городе Москве этому вопросу будет уделено первоочередное внимание. Но, к сожалению, пока не видно реальных шагов в этом направлении. Эксперты сходятся во мнении, что нельзя переходить перекресток наискосок, потому что автомобили могут идти на поворот, разворачиваться, и все траектории предугадать невозможно. Находиться на проезжей части нужно как можно меньше. За городом скорость потока намного выше, чем в населенных пунктах, поэтому нельзя переходить дорогу перед близко идущим транспортом. Если часть пути нужно преодолеть по обочине, необходимо идти навстречу движению. Часто пешеходы перед тем, как вступить на зебру, делают предупреждающий жест рукой. В России появление пешеходов на проезжей части в темное время суток для водителей становится полной неожиданностью. Различить их можно только по едва уловимым силуэтам. А в Европе, например, водители при малейшей аварийной остановке обязаны пользоваться жилетами, а пешеходы ночью и в сумерки носить световозвращающие элементы. Обозначать себя на трассе нужно, потому что часто происходят повторные аварии, когда водители смотрят на ДТП и не замечают людей, которые в темной одежде ходят вокруг сломанного или разбитого автомобиля. В темное время суток, с учетом снижения интенсивности движения, опасность попасть в аварию в несколько раз выше, чем в дневное время. И, естественно, два решения. Или делать освещение дорог. Вот возьмите Арабские Эмираты. Там нету дорог без освещения. И второе направление – это делать, чтобы все участники дорожного движения, которые могут находиться в пределах дорожной полосы, имели какие-то световозвращатели. Сейчас на автомобилях появляются системы, которые распознают пешеходов и вмешиваются в управление, вплоть до принудительной остановки. Но полностью полагаться на них, конечно, нельзя. Ночью человека в темной одежде видно примерно за 25 метров. Двигаясь со скоростью больше 40, невозможно избежать наезда пешехода, который находится на траектории движения. В темноте видимость ограничена зоной, которую освещают фары. Поэтому ночью легко ошибиться и неправильно оценить расстояние до объектов. Следовательно, нужно всегда быть готовым объехать пешехода или экстренно затормозить. Этот переход, пожалуй, самый современный на сегодняшний день. Он оборудован солнечными батареями и специальными датчиками. Когда пешеход вступает на зебру, желтые сигнальные огни над знаком начинают перемигиваться. Надо сказать, это привлекает внимание водителей. Они притормаживают хотя бы даже ради интереса. Система рассчитана на автономную работу не менее 8 часов в сутки. Выходная мощность позволяет обеспечить электроэнергией лампы в 12 вольт. Модуль покрыт закаленным стеклом и размещен в алюминиевом профиле. Такому элементу не страшен ни град, ни сильный ветер. Два наиболее частых вида ТТП. Первый – это переход пешеходом в проезжую часть в неустановленном месте. И второй тоже достаточно часто случается. Это если пешеход переходит в проезжую часть, выходит из-за стоящего припаркованного транспорта. Водитель поздно замечает его. Ну и, в общем-то, зачастую не может предпринять мер для того, чтобы избежать наезда. Эта система прежде всего удобна тем, что из-за припаркованных кое-как автомобилей не всегда видно человека на пешеходном переходе. Сигналы информируют об этом всех участников дорожного движения. По словам разработчиков светофора, устройство может работать 4 дня без подзарядки. Оно требует в 4-5 раз меньше электроэнергии, чем обычный светофор. Оборудование светофора с солнечными батареями обходится примерно в четверть миллиона рублей. Но самые дорогие пешеходные переходы вне проезжей части. Надземные пешеходные переходы считаются самыми безопасными и удобными. Например, эта конструкция оборудована даже специальным подъемником для инвалидов. Но городскому бюджету такие переходы обходятся недешево. К тому же это не является панацеей от беды. Год назад прямо под нами произошла авария. Пешеход перебегал эту дорогу, перелезал через отбойники, и из-за него разбился мотоциклист. Сейчас надо с надземными подумать относительно нормативной базы. Вы слышали, что несколько случаев было, когда автомобиль, самосвал с поднятой платформой разрушал этот надземный. Может быть, нам нужно крыться и пешеходные переходы немножко выше делать. Детей при переходе улицы нужно крепко держать за руку. Коляску специалисты советуют катить сбоку от себя. В критической ситуации ее можно отдернуть назад или толкнуть вперед. Катить ее перед собой не рекомендуют. Коляска ниже, чем припаркованный автомобиль, и водителю с дороги ее просто не видно. Вот за рубежом очень, допустим, массово используется трапециедальный лежачий полицейский, и по верхней части этой трапеции устроен пешеходный переход. Вот такой вот. Ну или, допустим, такие, которые у нас используются до, после. Для того, чтобы как-то самоорганизовать пешеходов, применяют пешеходные ограждения специальной формы, которые не позволяют им резко, быстро выходить на проезжую часть. Ну, в Москве таких, на самом деле, устройств применяется достаточно мало. За первые семь месяцев этого года в России произошло больше 30 тысяч аварий с участием пешеходов. Переход проезжей части по-прежнему остается делом рискованным и опасным. Как бы ни банально это звучало, но любое ДТП незащищенному пешеходу может стоить здоровье и жизни. И если оба лагеря не начнут уважать друг друга и соблюдать правила движения, мы так и будем получать сводку о погибших и раненых, как весть из фронта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА